Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами курс программирования на языке Python и продолжаем знакомиться с модулями, связанные со временем и датой. Итак, мы уже познакомимся с двумя модулями. Это модуль Time и модуль DataTame. Сегодня мы познакомимся с последним модулем, связанным со временем и датами, так называемый календарь или календарь. Этот модуль позволяет нам работать именно с датой и временем непосредственно касательно календаря. То есть можно узнать расположение этого дня относительно недели. Можно вывести расположение дней месяца до какого-то выбранного года. Можно распечатать и вывести весь год промежуток, можно определить весокосный год и так далее. Ну, различные виды функций. Сегодня мы будем познакомиться с некоторыми из них. Итак, для того, чтобы познакомиться с этими функциями, нужно первым делом импортировать сам модуль календарь. Итак, импорт календарь. При импортивании календаря ошибка не вышла, значит все правильно сделано. В модуле календарь есть как минимум четыре основных класса. Сегодня познакомиться с некоторым из них. Первый класс – это так называемый календарь. Календарь календарь. Итак, введем переменную s и присвоим этот класс к этому классу. Календарь. Календарь. Можем в скоблях ничего не писать. По умолчанию сейчас каждая неделя 7 дней в неделю. И начинается отсчет от нуля. То есть 0 – это понедельник, а 7 – это воскресенье. Давайте посмотрим функцию, связанную с этим классом, который выводит список недель в месяце. Как он это делает? s, точка, и функция так называемая moveDatesScaleCalendar. Здесь нужно указать, какой год мы рассматриваем – 2018. 2018. И какой месяц? Например, сегодня августский месяц. И что мы видим? Мы видим такой список. список в виде значений года, месяца и даты. Можно увидеть, что список разбит по 7 элементов. То есть в каждом, в этом списке есть еще 4 списка, как минимум, в котором по 7 элементов. Даже 5 списков. По 7 элементов. Потому что по 7 днём в неделю. Первый понедельник у нас впадает на 30 июля. Потом второе – 31 июля. И только 1 августа будет среда. Следовательно, чтобы закрыть полностью этот список, он затрагивает еще и сентябрь. Если в более упрощенном варианте, можно воспользоваться другой функцией. Она имеет такое же название, кроме добавления Days2 календара. Для сравнения просто воспользуемся тем же самыми временными интервалами. Итак, здесь уже более проще запись. И она показывает один интересный элемент. Первый – это день месяца. А второй – это день недели. Так как первые стоят 0,0, потому что мы рассматриваем август, а не июль. И поэтому июль, он не затронул и поставил ее 0. А августовский месяц начинается именно со среды 1. Среда у нас индекса 2 имеет, потому что начинается понедельник с нуля индекса 1. Кроме этого, можно вывести еще в определенном формате эту же функциональность. 2018 – 8. Это еще более упрощенный вариант, но здесь уже, по крайней мере, видно, что это у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 у нас списков в списке, разбитых по 7 элементов по дням недели. Здесь уже, может быть, даже удобнее и нагреть не видно, как распределены дни недели, дни месяца августа. Вот примерно какие возможности в данном классе. Там есть еще некоторые элементы, но о них мы не будем поговорить. Вы можете посмотреть уже конкретно в справочной театре. Теперь рассмотрим еще один класс под названием «TextCalendar». Итак, какие же функции здесь интересны нам? Давайте посмотрим такую функцию, как «FormatMal». Он создает календарь на месяц. Возвращает календарь на месяц. Каким интересным способом. Вот такая вот функция. Для того, чтобы вызвать календарь на месяц, то есть показать его, нам необходимо указать год, который мы хотим рассмотреть. Рассмотреть, какой месяц. Можно даже указать ширину и высоту колонки. Ширину и высоту колонки. Ну, например, ширина и высота колонки. Вот такой вот формат интересного вывода информации. Мы можем не выводить ширину и высоту колонки и оставить только таким способом. Кстати, получим вот такой формат вывода информации по месяцу августа. Есть более наглядный вывод информации для нас. «К» и так называемый «ПРМал». «ПРМал». Как видим, сейчас более в наглядном варианте именно для человека выведена информация по месяцу августа. Также можно разбить не только на месяц, но и на целый год. На целый год, например, есть две функции. Это «К» и функция «Формат Е». Функция «Формат Е» тоже указывается только год. К этому году можно добавить также высоту колонки, ширину и так далее. Можно не добавлять. Вот примерно такую вот комбинацию мы увидим с вами. «Месяцы», «Недели» и «Даты». Не очень читабелен код, вывод точнее кода. Поэтому есть еще один вариант вывода информации. Так называемый «Плеер». Также можно указать год. И мы видим с вами календарь, предъемлемый для нашего глаза вывода на 2018 год. Вот интересные два класса мы с вами рассмотрели. Последний класс, который мы рассмотрим, связан с HTML, выводом информации на экран. Так, теперь мы еще с вами рассмотрим определенный класс, связанный с выводом информации в HTML код. Например, «С равно календарь точка» и ищем «HTML календарь». Теперь при вызове функции, например, «Формат Е», мы с вами получим в виде кода HTML на целого года календаря, на 2018 год. Как им воспользоваться? Ну, можно взять и скопировать данный выводный код, вставить, например, в какой-нибудь блокнот и сохранить его как вариант в формате HTML. Посмотрите, что мы увидим. Вот такой вот интересный вариант вывода календаря. Там можно поколдовать с различными выводами из этого класса. Ну, примерно схема вывода будет вот такого способа. Они по-разному получаются, в зависимости от столбиков, в зависимости от того, каких функций мы их выполняем, используем. Ну, вот такие вот в виде HTML кода можно вывести календарь на целый год. Итак, мы с вами познакомились с модулем календарь и познакомились с некоторыми классами, связанными с этим модулем. Кроме этого, есть еще несколько полезных функций. Кроме этого, есть еще несколько полезных функций. Сейчас мы рассмотрим некоторые из них. Например, функция, позволяющая нам определить, высокостный год или нет. И функция, которая может посчитать, сколько высокостных годов было в промежутке одного года до другого года. Так. Импорт. Календарь. И функция. Календарь. Точка. И функция. И функция нас интересует. Из лип. Здесь мы укажем, например, какой-то год. 2020. Какой он будет? Високостный или нет? В данном случае он показал, что данный год высокостный. Если мы спросим его 2018-й год, то это высокостный год, он говорит нет. Итак, давайте воспользуемся теперь другой функцией, связанной с подсчетом количества высокостных годов. За это отвечает одна функция, функция так называемая leap days. leap days, где мы указываем с какого года до по какой год рассчитать количество. Например, с 1870 по 2018 год. И он рассчитал нам 12 высокостных годов. Вот так интересно, такие вот функции. И еще одна функция, которую интересно посмотреть, это так называемая функция, которая указывает день недели для конкретной даты. календарь, точка, и weekday функция. weekday. И указываем, например, 2018-й год, месяц 8-й, дата 20-й. И он нам указал значение 0. 0 – это, как мы помним, понедельник. Последняя функция, которую мы сегодня рассмотрим, это функция, позволяющая указать, с какого дня недели начинается дата этого месяца и сколько в этом месяце дней. называется math range. Итак, указываем год, указываем месяц. И мы видим, что начинается с индекса 2, этот месяц, то есть 1 августа, начинается со среды. А дней всего 31. На этом знакомство с модулем календарь мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok